Клейно очень легко получается из ленты Мёртрус, если добавить следующую штуку. Вот давайте договоримся, что эти мы склеим. И вот этот отрезок мы тоже склеим с этим. Другими словами, я ввожу вектор, который идет вот так. И говорю, что когда по вертикали я сдвигаюсь на V или на несколько V, то от этого ничего не меняется. Вот на ленте Мёртруса это разные точки. А сейчас на бутылке клеено. Это будет одно и то же. Как условно рисуют Тор. Тор, когда объясняют, рисуют обычно математически так. Вот это вот два отрезка, их надо склеивать. Вот это вот два отрезка, их надо склеивать друг к другу. То есть вот этот отрезок склеивается с этим, этот отрезок склеивается с этим. Называется Тор. Отлично. Как рисуют, когда мы рисуем Ленту Мёртрус? Ну понятно как. У нас есть полоса. Бесконечные обе стороны. Туда вот до бесконечности идет А. Здесь до бесконечности идет то же самое А. Туда до бесконечности идет В. Туда идет В. И надо склеивать вот это В с этим В, это надо склеить А с этим В. Отлично. Так, цилиндр. Это еще понятнее. Цилиндр рисуется, смотрите как. Вот здесь у меня А, и здесь то же самое А. Да? И здесь у меня В. Надо склеивать с тем же самым В. Вот эти бутылки вместе склеены. И здесь вместе склеены. Все понятно. Так вот, что такое бутылка клеена? Бутылка клеена это в чем-то Тор, а в чем-то Лента Мёртрус. Чтобы получить бутылку клеена, вы должны сделать следующее. Смотрите, вы должны склеивать вот так. То есть вот этот вот отрезок В, это отрезок В. Вы склеиваете вот это сюда. Вот. А по горизонтали вы склеиваете так же, как у Тора. Итак, буква А так же стрелочки, как у Тора. Буква В так же стрелочки, как у Мёртруса. Итак, здесь Мёртрус, здесь Тор. Вот смотрите, А это, так сказать, как у Тора. В это так же, как у Мёртруса. Вот. А все вместе называется бутылка клеена. Одно из самых бесполезных занятий на свете, это попытаться представить себе, как могла бы располагаться бутылка клеена в пространстве. На самом деле, можно доказать, что... Слушайте, даже ли это бюджет, не знаю, по-человечески не расположишь, даже с Тором есть проблема, уже казалось бы, чуть выше. Вот. А вот оказывается, что бутылка клеена совсем никак. Огромное количество книжек есть, где пытаются нарисовать и так далее, и так далее. И вот ответ понятнее, чем вот эта схема склейки не бывает. Понятнее, чем сказать, что надо взять плоскость, на которой задана скользящая симметрия и параллельный перенос на вектор, перпендикулярный к оси скользящей симметрии. Когда они заданы, вы получаете бутылку клеена. Так вот, ничего более понятного на самом деле нет. И вы просто постепенно, по мере занятий математикой, поймете, что это просто очевидно замечательно. Итак, все пять пунктов я изложил, а вот теперь должно было начаться на самом деле наше сегодняшнее занятие. Потому что теорема, которая на этот счет есть, гласит следующее, никаких других геонидов, мало совпадающих с плоскостью, бывает, этот список полный. Замечательно. Кстати, из скольких элементов этот список состоится? Из пяти. Из пяти. Отлично. А теперь заходите в интернет и смотрите Федоровские орнаменты и обнаруживаете, что их там не пять, а гораздо больше. Чтобы вы правда зашли, скажу, их больше десяти штук. В пространстве их больше двухсот штук. Интересно, то ли я набрал сейчас, то ли мировая наука ошибается, мировая наука, разумеется, не ошибается. Разумеется, это замечательный математический объект, очень важный, очень красивый, я абсолютно понятный для вас, но это чуть-чуть другой объект, это просто что называется следующий шаг этого рассказа. Вот есть такая замечательная штука, кристаллография. И, соответственно, есть математика, связанная с тем, как устроен кристалл.